Свобода слова или очередная политическая провокация? В газете, руководимой небезызвестным Константином Танаси, появилась объемная статья под громким названием «Воронин был арестован». Ее заголовок увенчан восклицательным, а затем и вопросительным знаком. Начинается статья Стаса со слов «Невероятно! Экс-президент Владимир Воронин арестован! Кому и зачем нужна такая дезинформация?» пытался разобраться Станислав Выжга. Сегодняшний номер газеты «Тимпул дяди меняться» украсила статья главного редактора Константина Танаси. В ней, в частности, он пишет. По сообщению конфиденциального источника в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, накануне ночью в 3 часа 15 минут группа сотрудников Центра задержала Владимира Воронина в доме его сына Олега, в котором он находился в гостях вместе с супругой. Далее автор статьи расписал поведение экс-президента его семьи, а также однопартийцев, лидера молдавских коммунистов. Описание настолько живописное, что если бы не уточнение мелким шрифтом жанра этой статьи, как политический памфлет, ее неискушенному читателю, не дай бог симпатизирующему коммунистам, впору было бы схватиться за сердце. Спешим успокоить. Перед вами обычная для наших дней политическая и, к сожалению, журналистская провокация. Читателям же этого издания пора к такому привыкнуть. Отечественные средства массовой информации вписывают свою страницу в историю провокаторской деятельности. Увы, для ее авторов сугубо внутреннего пользования. Не так давно мир обошла аналогичная провокационная выходка грузинских журналистов телеканала ИМЕДИ. 13 марта специальный репортаж телеканала ИМЕДИ о вторжении российских войск вызвал панику по всей Грузии. Телесюжет, длившийся около получаса, был стилизован под выпуск новостей. Лишь в его начале и конце уточнялось, что это специальный репортаж о возможном развитии событий. Зрители, не смотревшие программу от начала и до конца, решили, что речь идет о реальных событиях. Как потом стало известно, в грузинском городе Гори началась паника среди населения, а в Тбилиси резко возросло число вызовов скорой помощи в связи с сердечными приступами. Как оказалось, это была невинная попытка просто показать сценарий вероятных событий. Возможно, тоже своего рода оптимистический памфлет. Информационная пуля, выпущенная грузинскими журналистами, дорого стоила стране. Подпорчен международный имидж и осложнены и без того непростые отношения с северным соседом. Грузинская оппозиция после выхода в эфир телесюжета организовала митинг у здания телекомпании «Имедиа» в Тбилиси и выступила с решительным протестом против действий президента, так как уверена, что эта телекомпания ему полностью подконтрольна. Не только схожесть оптимистического памфлета в Тимплдеде Миняце на грузинский репортаж дает право называть его политической провокацией, а уже тот факт, что в этом опусе упомянут лидер на сегодняшний день самой крупной партии, к тому же находящейся в оппозиции, попытка очернить которого никак не удается, кроме как чьими-то фантазиями. К счастью, политическая провокация явление скоропортящейся, но с душком. Станислав Выжга, телекомпания «НИТ».